Целых пять дней провел Евгений Баев в красной зоне. Он работал в больнице скорой помощи, когда там открыли госпиталь. Сейчас его место не в палатах, а в лаборатории. За день проводят и до сотни исследований. Вторая волна, так скажем, жестко сказалась по всем. Война в переводе заревне славянского – это война народа. В принципе, то, что сейчас и происходит. Народ воет, медики устают, ну, деваться некуда. Кто-то должен выполнять эту работу. У нас, как всегда, не хватает кадров, потому что нас и туда призывают идти работать, и в обсервацию, и в госпиталь. То есть и здесь мы еще должны находиться. Приемный покой не пустует. В панике люди спешат к врачам с любым симптомом. Здесь определяют серьезность их состояния. Илья Калмаков – шестикурсник, выбирает между хирургией и травматологией. Дежурит по 16 часов или сутками, успевает успешно, по его словам, учиться. Быть на передовой, когда даже не ясно, кто болен ковид, а кто нет, не боится, уже переболел, переживает за другое. По учебникам одно, нам на занятиях говорят одно, а приходишь. Клинические случаи все разные, нету похожего. И просто банально не хватает опыта. Учились исходно на врачей, и какие-то сестринские, скажем так, циклы и курсы у них были минимальные. И нам приходится их учить заново. То есть это большое время уходит на то, чтобы обучить человека, и он начал полноценной функциональной единицей именно в сестринских рядах. То есть это как минимум 2-3 месяца. Нам не помешало бы, чтобы у нас работали медсестры, медбратья, палатные, анестезистки. И это несмотря на то, что сейчас в больнице работает 76 студентов. По словам Алексея, текучка среди опытных кадров выросла. Кто-то уходит в стационары, треть сестринского персонала болеет. Поэтому помощь будущих медиков неоценима и пока невосполнима. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.